Сколько вагонов, парни? Три вагона. Три вагона. Все, пошли, все. Пойдем. Сотрудников прокуратуры и миграционной службы на этой стройке увидеть рано утром точно не ожидали. В поиске нелегалов силовики провели рейд по трудовым мигрантам. Здесь их несколько десятков. Приехал на территорию России когда? Почти от ума. Бригадируем. На этой стройке, как уверяет подрядчик, работают в основном только с гражданами Кыргызстана. Прописка есть у всех, трудовой договор и патент на работу тоже. Нарушений якобы с их стороны нет, только вот силовики их все-таки нашли. Все, давай, налево и погнали к машинам. Я уже с ними 4 года работаю. Вот у них есть бригадир, все, и вот он формирует бригаду, и мы так работаем. Постоянно все легально и все законно. Почему тогда забирают? Потому что уведомлений нет. Служба говорит, миграционные должны быть уведомления на руках. Я не знал, что они на руках должны быть, уведомления. Вот, только по этой причине. Каждый приезжий трудовой мигрант должен не только получить разрешение на работу, но и уведомить миграционную службу о месте своего трудоустройства. Нововведения вступили в силу с начала этого года. Но такие рейды позволяют найти и другие нарушения. За последнюю неделю было выявлено 224 нарушения в сфере миграции. Из них 132 нарушения допустили иностранные граждане, нарушив порядок пребывания на территории России, уклонение от выезда за пределы России после того, как у них сроки пребывания закончились. 20 иностранных работников осуществляли трудовую деятельность без патента. Наказывают за нарушение штрафами и принимающую сторону россиян, которые нелегально устраивают мигрантов на работу. А еще благодаря рейдам находят и резиновые квартиры. Очередной рейд на стройке выявил 13 нарушений. Все иностранные граждане, которые находились без документов, удостоверяющих личность, без документов, которые им дают право на осуществление трудовой деятельности, были задержаны, доставлены в подразделения по вопросам миграции. Будет установлена их личность, они будут поставлены на дакто и фото учеты. И в случае повторного нарушения могут быть депортированы из страны. За последнюю неделю судами Тюменской области так отправили домой 63 иностранных гражданина. Екатерина Кальченко, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.